По рояле, думаю, что вы все уже поиграли в новое испытание, и, возможно, те, кто не прошли, задали себе вопросом, чем проходить, мать его, это испытание, что за бред? А реально, на третьем этапе такой бред начинается. В колоде вы можете встретить в одной колоде Пеку, Голема, Лаву, Мегарыцаря, Коргиганта, Гиганта и Спарки. Это реальная колода, ребят, я встречал такую деку, ну, точнее, скидывали, у нас там беседа общая, и бустера, и клана, и командно, усилиями, просто сегодня с самого утра пытаемся пройти это испытание, и вот только сейчас мне в руки попал аккаунт, бустер, который прошел это испытание, я взял записать и показать же вам это чудо-колоду. Но я думаю, что сейчас в дальнейшем колоды более-менее сбалансируются, выберут деки нормальные и будут все проходить это испытание, потому что, ну, с первого раза ни у кого не получилось, и достаточно, ну, побомбили все, я в том числе. Но я буду проходить испытание на стриме, друзья. Итак, чем же это испытание было пройдено? А пройдено оно было вот такой вот колоды, я удивился, я думал, что я буду проходить тоже такой дорогой декой, тяжелой дорогой декой, там будет Пека, Гигантский Скелет, Тремушки Тера, ну, думал, реально, вот, ее не сломать. Вот, обычная колода с лавой, только в этой деке есть Мега Рыцарь. Очень важная карта, которая тащит в этих испытаниях. Это, ребята, Молния. Наверное, процентов 90 в этом испытании вы встретите Пламенного Дракона, а Молния очень хорошо контрит его, прям идеально. Ракета тоже нормально, но к ракете желательно еще Торнадо иметь. Ну, вот, конкретно в этой связке я вам сейчас покажу, как тащить и как пройдено это было испытание. Предлагаю забрать золото, 162 тысячи, и до этого он там получил же, да, в общем, там, в общей сумме где-то 250к, да, я не считал, но примерно так. Так, вот, сундучок тут слабенький, половину, ровно половину лута от сундука за 12 побед Гранда, но, тем не менее, Лего может выпасть. Вы на всякий случай подпишитесь на канал, поставьте лайк, вот, и нажмите на колокольчик, потому что сегодня еще будет ролик по моему Твинку. Там реально сегодня будет интересный выпуск, я буду открывать сундуки Фортуны. 5000 лайков набираем, сразу новый ролик. Леги не было. Ну и ладно, дело не в Леге, да, а показать вам Деку, как пройти это испытание. Также, ребят, меня просили порекламировать этот клан, заходите, Киберспорт, 4000 прием, хэштег на ваших экранах, еще 7 мест, помогите клану продвигаться в топе, они ЧСВ, 4500 плюс прием, ну, так написано у них в шапке. Но, тем не менее, заходите, если хотите попасть в крутой клан. Итак, это первый и последний поединок, ну как, последний поединок был у него, потому что это 12 победа, ну, а я его показываю, решил показать одним из первых. Потом посмотрим предпоследний, самый потный, он говорил, ну, еще один какой-то повтор выберем. Значит, Денчик выбрасывает, ну, играл не Денчик, но я буду говорить Денчик, чтобы вам было удобнее, потому что никнейм такой, чтобы вам было удобнее понимать, про кого я говорю. Вот сейчас смотрите, какая идеальная молния и стрелы были, вы видели? Но, опять же, то, что я вам говорил, что ракета тоже здесь прикольно работает против разных карт, но надо иметь торнадо. У соперника тоже достаточно интересная колода, прям зеркало очень хорошо вписывается, ну, как видим, мы быстро уже прокрутились от лава, пока летела, мы успели прокрутить цикл до второго шарика, понимаете? То есть, он хоть и задефал нас ракеты, я вот не понимал, кстати, как он лавой здесь выигрывает, если ракеты очень легко контрят и палачом. Но, как оказалось, на тройном эликсире очень-очень легко прокручивать цикл, ну, если, конечно, это все делать грамотно. На нас летит уже два пламенных дракона, на самом деле я не люблю вот такие вот, знаете, испытания драфт и тройной эликсир было, я вообще-то такая каша, я не знаю, как комментировать такие поединки, не настолько быстро происходят, что тут просто надо смотреть и за каждой ситуацией наблюдать. Ну, на самом деле, очень трудно реагировать во время поединка, вот комментировать еще ладно, но когда просто вот так вот эликсир копится, противник все подряд выбрасывает, если он накопил, настакал там юнита на своей половине, и вы это не задефали, все, теряйся, это просто анриал задефать. Поэтому, очень грамотно используйте молнию, не тратьте ее зазря, вот, кстати, сейчас два пламенных, я не знаю, как он сейчас будет их дефать. Наверное, крутится до молнии, вот, смотрите, сейчас выбрасываются, наверное, стрелы, а нет, стрелы там некуда выбрасывать, выбрасывается мега-рыцарь посередине, а, шарик долетел, шарик долетел и минус башня, еще закидывается молния. Ну, еще одна минута, блин, казалось бы, да, тройной эликсир, точнее, играем уже долго, да, ну, вроде бы уже должно было пройти 3 минуты, но нет, прошло всего лишь 2, это реально, кажется, долго идет поединок, когда тройной эликсир. Сейчас торнадо было со стороны соперника, да, он, он дал знак, что он сопротивляться не будет, поэтому x4, я просто поединка эти не смотрел, я так поспрашивал про колоду, пару нюансов и общую суть, как пройти это испытание, вот. Кстати, если вам интересно, чем пройти первых 2 этапа, приходите ко мне на стрим, я буду там пытаться проходить, но конкретно этот игрок прошел, прошел первых 2 этапа, гигант плюс 2 принца. Не знаю, у каждого разные деки, поэтому не означает, что вам тоже нужно взять гиганта 2 принца и проходить. Много разных колод, которыми можно пройти 2 этапа, я вам просто привел пример, вдруг вы, ну, как я, например, с утра, я не понимал, что, да как, какую деку взять вообще приблизительно, дайте мне хоть понять направление, какое нужно, вот. Можно и големам, и гигантам первых 2 этапа, вообще, чем угодно. В общем, приходите на стрим и все узнаете. Вот сейчас будет идеальная молния, смотрите, будет по мегарыц, ой, блин, по пламенному, по ведьме и по гиганту. Я, ребят, еще на самом деле не проснулся, могу где-то тупить с комментариями, просто я реально вот только проснулся, сразу захожу в игру и сразу давай, даже не завтра, когда ничего не умывался, сразу давай проходить испытания, чтобы показать своим подписчикам колоду, записать видео, но пока я сам пытался пройти, я думал, что уже будет вечер, поэтому не стал до конца проходить сам и взял аккаунт у бустера, который уже забустил это испытание. Кстати, я не проэклимировал в начале, скажу это в середине ролика, если вы хотите заказать буст, в принципе, можете обращаться, но, честно скажу, заказов будет ограниченное количество, до определенного момента мы будем принимать заказы, потом остановимся, потому что, ну, его не так легко пройти, это испытание, вот, поэтому не хочется делать потом возвраты какие-то, хочется сразу вот взять несколько заказов и 100% их сделать, поэтому кто хочет заказать, поспешите, потому что много мы набирать заказов не будем. Окей, смотрите, вот это предпоследний был бой и мне бустер сказал, что здесь это самая потная катка была за всю игру, за все это испытание. Это заметно, это заметно, мы потеряли одну башню, сами не нанесли толком урона и осталась одна минута до конца поединка. Выбрасывается лава справа, очень, кстати, удивительно, почему, так как мы могли бы переходить в контратаки слева, то есть дефаться и переходить в контратаки, но было принято решение выбросить лаву справа. Так, здесь меганайт выбрасывается, ой, да, реально, вот у соперника тоже дека прикольная, можете взять ее на заметку, торнадо, пламенный, ведьма, позин, дефает много связок, но позин на самом деле такое себе, тут я вам уже говорил, что с пылы тащат такие как молния и ракета, а с позином сложно играть, но смотрите, что творит соперник, 700 хп, 500 хп остается у нас на левой башне, и нужно как-то камбэчить, подбрасывается лава к пламенному дракону и еще закидывается шарик, готовится сейчас молния на пламенного дракона и стрелы по-любому, потому что пламенный не умирает от одной молнии и забрасываются стрелы и минус пламенный, долетает шарик, остается 13 секунд и что же будет, что же будет, заберут ли у нас башню, я просто не смотрел итог, не обратил внимания на итог, 7 секунд остается до конца поединка, поединка, 3, 2 и победа, рили было потно, рили, ну даже если бы забрали башню, я думаю, чтобы шариком было бы, ну у нас было шанса побольше забрать на 3 короны, ну шарик бы быстрее объективно бы снес башню, ну и давайте еще один бой посмотрим, против пеки, голема, ракеты, пламенного, просто какой-то борщ, я не знаю, ну вы, я думаю, сами видели, если дошли до третьего этапа, какие интересные колоды вдруг появились у нас в игре, ну это просто кошмар, у меня половина беседы бомбила, непонятно, непонятно чем играть, что делать в таких ситуациях, когда на тебя идет гигантский скелет, потом пека там и коргик, коргик, просто до коргика пока дойдешь, можно с ума сойти, гигантский скелет взрывается, там еще пека, ну рили, ну очень наркоманские колоды, хорошо, что у моей руки попала адекватная дека славы, которая в принципе как считается классик лавой, но только здесь есть мега рыцарь, опять-таки, не знаю зачем, почему именно мега рыцарь, можно было взять какой-то спелл, я бы не сказал, что он здесь прям вывозит очень сильно, хотя могу ошибаться, вот, но здесь есть мега рыцарь, вот этой декой конкретно было пройдено испытание, поэтому, че мне, победителей не судят, как говорится, так, 1400 хп на правой башне, у нас уже неплохой заход получился, ну и опять-таки, козырь здесь молния, обязательно, очень обязательно, ребята, у вас должна быть какая-то карта, помимо тяжелых юнитов, пламенного там и прочего, какая-то карта, либо здание дефа, либо торнадо, тесла, надгробие, там, я не знаю, торнадо, хижина гоблинов, пушка вряд ли, инферно, ну инферно тоже вряд ли, так как у вас есть пламенный, это должно быть, я думал, что это не надо с големом, но я видел деки с големом, которые брали теслу и очень-очень тащит, реально, я играл у себя на аккаунте, я, правда, еще первые этапы играю, но, тем не менее, реально, здание дефа очень помогает, либо, если нету здания дефа, то торнадо берите, торнадо тоже очень дефает, если вы, конечно, шарите с ним играть, ну вот, смотрите, просто, если бы не было молнии, ну, я не знаю, как бы он дефал это, да, ракета бы задефала, но к ракете, еще повторяюсь, нужно торнадо, либо умение пользоваться ракетой, и это правда, то есть, ракете еще нужно попасть, у нее очень маленькая область, и по движущейся цели не всегда легко попасть, поэтому, а у молнии, как бы, по трем целям, она тоже, кстати, была недавно пофикшена, то есть, область ей сделали меньше, но, тем не менее, молнии легко играть, а вот с ракетой, я думаю, вам будет сложно, не знаю, мне так кажется, может быть и нет, может быть быть профессионал игры с ракетой, ну, просто, я, я, я всегда промазываю и не попадаю, ну, это я, я косой, так, ладно, вот, смотрите, ракета на шарик, но шарик выживает, и сейчас, смотрите, если он долетит, то минус башня, пау, просто, минус башня, остается 6 секунд, ну, тут уже очевидно, хотя ракета, а не, ракета бы не добила 500 хп, или сколько ракета сносит турнирная, короче, друзья, мне трудно было комментировать эти поединки, я просто вам хотел показать 3 примера, показать вам колоду, а вы уже сами делайте выводы, и составляйте деки, первые 2 этапа, я не думаю, что нужно как-то там показывать что-то, там реально, ну, не так сложно, как на третьем, на третьем прям жуть, реально, тут уже полный цирк, ну, первые 2 этапа, вы можете посмотреть, как я буду на стриме, я не факт, что я пройду, мне кажется, что мне и второй этап будет прям мега сложным, но я буду пытаться, подписывайтесь, приходите сегодня на стрим, колода Лава Шар пройдена полностью испытание 3 этапа, всем удачи, надеюсь, вам будет поменьше подбираться разных тяжелых колод, и сложных чемпионов, надеюсь, вы выиграете, всего хорошего, до новых встреч, пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова